Жестокое убийство семьи Ромов в Макеевке Донецкой области. 8 человек расстреляли в их собственном доме. Все произошло накануне поздно вечером. Сообщение быстро разлетелось по российским СМИ. В Макеевке объявили план перехват, чтобы задержать подозреваемых по горячим следам. А в сети распространили список погибших. Среди них трое детей. Девочка 2014 и мальчик 2013 года рождения. Самому младшему ребенку был всего год. Убита также несовершеннолетняя девушка 16 лет. У каждого погибшего много ранений. Есть информация, что младенец был застрелен в голову. На месте происшествия нашли 40 гильз. О том, что расстреляли из автомата, в СМИ писали со ссылкой на Макеевскую администрацию. Прокремлевский военкор Юрий Котинок сообщил, что к массовому убийству причастна группа вооруженных людей. Со двора дома, где жила семья Ромов, угнали автомобиль Шкода, на котором подозреваемые скрылись. Об этом на следующий день после громкого события заявили местные силовики. Им якобы удалось провести задержание по горячим следам. Данные о том, сколько людей, причастных к убийству, разнятся. Так называемая МВД ДНР сообщила о трех задержанных, судимых ранее жителях Макеевки. Все проживали в одном микрорайоне и очень быстро признались. Мол, хотели украсть Шкоду и ценное имущество. По данным Следственного комитета России, задержали четверых. Их нашли в Донецке, где во время обыска в квартире обнаружили автомат АК-74, три магазина к нему и две гранаты. Вот только отец одной из жертв говорит, что дочь и внука вряд ли застрелили из корыстных побуждений, ведь ничего не тронули. Плачущего мужчину на пороге дома, где произошло убийство, встретили журналисты РИА Новости. В момент нападения там также находился его сват, сваха и их дочь с внуками. Всех восьмерых мертвыми нашел взять. Говорят, ограбить хотели. Никто не хотел ограбить, они ничего не взяли у нас, не сняли ни золота с дочки, была цепочка золотая, никто не снял, ничего, просто расстреляли и ушли. Следователи, по словам родственника, мотивы тоже не озвучили. Сказали, что один из подозреваемых на допросе вел себя неадекватно. И это как-то слабо вяжется с официальной версией об убийстве ради наживы. Других подробностей о том, почему расстреляли целую семью, а главное, кто совершил преступление, от подконтрольных России органов не поступало. Известно лишь, что подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Макеевка, где случилось резонансное убийство, находится на территории неподконтрольной Украины еще с 2014 года. Это пригород к востоку от Донецка. И туда, как и в другие населенные пункты, массово свозят российских военных. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что у всех убитых пулевые ранения в голову с близкой дистанции. Андрющенко не исключает, что убийцами могли быть вагнеровцы. В то же время подчеркивает, что это логическое предположение. А замалчивание деталей – это, по его мнению, признак того, что россияне покрывают преступления своих сограждан на оккупированных территориях Украины. Так было и в Мариуполе. По информации советника главы МВД Украины Антона Герасченко, вагнеровцы рассчитывали приобрести у погибших наркотики. Однако озвученная цена показалась им слишком высокой, поэтому семью расстреляли. При этом и Герасченко, и Андрющенко не исключают, что Ромов убили из-за ненависти по национальному признаку. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы, чтобы первыми узнавать правду.